пришли уже ко мне у меня сейчас пациент 32 года молодой парень вроде не полное ничего как бы абсолютно стройный но я обычно мужские ноги не показывай потому что ну всегда хочется показать женский бритых вот и поэтому сейчас придется показать потому что у него не совсем типичная форма вы лицом поверните пожалуйста сейчас покажу посмотрите что творится на я вот есть вот так посмотреть смотрите какая шишка вот это при том что он худощавый парень дальше идут вот этим мы это удаляем все через микро прокола здесь обычно делаем разрез и в паху делаем разрез и удаляем вот у него вена идет до до паха соответственно но самое нехорошее то то есть вот это вена это вот это вена то есть проблема у вас вот здесь в большой подкожный вене клапан не держит здесь и все так сбрасывается но нагоне у вас больше всего проявилось потому что тем чем ниже тем давлением выше и все раскрывать если взять резиновый шар соответственно если водой заполнить внизу будет не вустик наверху куда льется вода внизу расширяться поняли вот и у вас такая проблема я сейчас на узи это все делал на второй ноге все идеально вот это нога естественно обратить внимание отекшие повернитесь ко мне спиной пожалуйста ну что плохо здесь уже пошли ветки назад то есть и обратить внимание вот так проходит малая подкожная вена и между этими шишками здесь надо будет аккуратно нарисовать малую подкожную есть он у меня будет оперироваться чтобы ее не задеть она настолько от них где-то 2 миллиметра вот проходит поэтому у него может быть здесь тоже проблема здесь малую подкожную то есть задней бассейне 7 ногой то есть а вот эту вену оперировать не нужно но вот и и перекрывает вот эти ветки которые идут назад вот это я темно-синяя вот и главное чтобы ее не задеть только чтобы у меня вот молодой человек денис который оперировался у меня мы ему сделали настолько получилось слава богу ювелирно все хорошо это всегда сложно не то что меня у многих врачей к сожалению это большая проблема чтобы не задеть всего два миллиметра расстояние поэтому я сам делаю зир сам потом рисую перед операцией так далее все здесь пациенту сто процентов надо оперироваться ему это говорили но почему он воздерживался не знаю компрессионный трикотаж чего не даст а вот единственное если планируется оперироваться через полгода компрессионный трикотаж лучше не носить перед операцией чтобы все вены видны были а то ветки некоторые закроется сложно будет потом оперировать это раз во вторых таблетки которые мы назначаем не помогают я не назначаю их принципиально детролекс либо динстакс это все из мира фантастики мне кажется по моему опыту вот испытание соответственно можно кушать все кроме препарай еды продуктов которые содержатся с повышенным содержанием витамина к он сгущает кровь вот ему надо это минимизировать все всем доброго до свидания